намасте если вы почувствовали что вашей душе застой нет никаких изменений если вы чувствуете что вы хотите каких-то перемен не внешних незначительных а глубинных перемен понимая что вы сошли в тупик или что вы не знаете куда дальше двигаться то духовный путь предлагает нам паломничество паломничество это еще не духовная практика хотя смотря как вы идете в паломничество но даже для начинающего практика паломничество это путешествие мы перемещаемся в пространстве в то место которое является святым которое связано с каким-либо из святых либо связано с какими-то мистическими историями либо связано с какой-то истории религии значимыми событиями в ней и мы движемся в это место стараясь соприкоснуться с той реальностью которая оставила свой след в этом месте это реальность не этого земного измерения это реальность другого измерения бытия и можно сказать что священное место место паломничество это место в этом измерении портал то есть это место которое переносит наше сознание на что он кая тела совершенно другое измерение бытия надо понять что мы во вселенной не одни что человеческая цивилизация это не единственная цивилизация во вселенной что существует огромное количество других цивилизаций которые также развиваются как коллективный разум есть более успешные цивилизации чем наши сознание которых намного превзошло сознание человеческого существа и приблизилась к истинной реальности и эти цивилизации они с нами связаны связаны как более старшие братья и сестры которые помогают нам духовно совершенствоваться или находить свой путь как коллективное человеческое сознание во вселенной все мы развиваемся все мы существа которые эволюционируем это закон вселенной закон который был порожден богом творцом для того чтобы живое существо могло развиваться это творение и создано но мы развиваемся не только как индивидуальное сознание мы также развиваемся и как коллективное сознание поэтому мы с вами связаны с человечеством совсем человечеством человечество тоже как единое сознание коллективное куда-то движется его вектор развития куда-то направлен и к сожалению последние несколько тысяч лет человечество не имела эволюционного вектора развития она наоборот деградировала выбрав неправильный путь для своего совершенствования полагаясь что его развитие должно идти вовне тогда как человечество должно двигаться внутрь себя но должно развивать свои бесконечные внутренние способности но мы не об этом мы о паломничестве и так паломничество это место которое связывает нас другими смирение бытия с другими существами намного превосходящими нас по разуму и даже если мы не имеем таланта входить в контакт с различными существами на уровне астрального тела на уровне мысли формы если мы обычные люди приземленные которые видим только эту реальность и другой реальности никогда не имели опыта паломничество позволяет назву даже бессознательно соприкоснуться с другими смирениями бытия поэтому так часто люди совершавшие паломничество и возвращающиеся с паломничества рассказывают о том как меняется их вектор судьбы как меняется их жизнь поэтому паломничество обязательно изменит вас изменит вас звание изменит вашу судьбу и как я начала говорить если вы чувствуете что вы хотите менять свою жизнь но не знаете в какую сторону ее менять то совершите паломничество паломничество изменит вектор вашего жизненного пространства в том направлении которое даст вам больше возможностей раскроет для вас самую главную цель вашего существования это самоосознание понимание кто я есть на этом на этой планете кто я есть как вселенское существо кто я есть на самом деле для чего я существую какова моя цель на все эти глобальные вопросы на которые мы не находим ответы нам может дать ответ интуитивно паломничество конечно мы должны быть готовы к паломничеству ну хотя бы готовы к тому что что-то начнет меняться в нашей жизни и мы не должны цепляться за те привычные нам привычное нам окружение мы должны позволить этому окружению начать меняться если мы слишком цепляемся за привычный способ жизни за привычное окружение людей круг общения за события за местность в которой мы живем если мы слишком цепляемся за все это мы не понимаем безграничные возможности вселенной мы не понимаем что она предоставляет нам богатейший опыт что если что-то уходит из нашей жизни это не значит что мы останемся ни с чем это позволит наоборот вып высвободить пространство для нового опыта и может быть этот опыт будет куда более прекрасным куда глубоким куда более мудрым постижение нас самих и вселенной чем тот который мы получаем сегодня поэтому не задумываясь ни над чем совершите паломничество она вас изменит она изменит ваше окружение она изменит вашу жизнь конечно хорошо будет если вы подготовитесь к паломничеству если вы пойдете в паломничество как путешествие другое измерение бытия где вы встретитесь с сакральными существами намного превышающими вас по разуму которые будут вас направлять которые тонко будут инициировать ваше сознание ваши переживания совершенно другое восприятие реальности они не будут блокировать ваш разум ваши чувства они просто будут вам предоставлять возможность увидеть другую грань реальности и когда вы ее увидите обнаружите возможно поменяются ваши смыслы возможно вы начнете по другому думать и осознавать себя возможно вы поменяете цели возможно вы сами решите отказаться от чего-то и что-то изменить своей жизни и ведь это не трудно совершить паломничество нужно просто выразить намерение нужно выбрать то место которое выбирая откликнется вашей душе когда я бы хотел побывать в этом месте совсем недавно наши ученики как ученики монахи так и ученики в миру совершили такое паломничество место маха самадхи нашего парамгуру с вами прахмананда это событие состоялось в связи с тем что был открыт ашем в отхуда ситха ашем теперь это функционирующий полно действующий ашем в южной части индии штате керала и вы можете совершить паломничество в это место это место уникально она уникальна не по своим внешнему какому-то виду она уникальна той энергии притягательной энергии высших миров которая постоянно присутствует там благодаря благословением парамгуру что такое место маха самадхи святой уходя из этого измерения бытия оставил тело тело пропитана тонкой эссенцией космической энергии которая постоянно излучается это тело было согласно канонам мунифицирована и замурована в нижней части поверхности земли под землей над ним сооружено небольшое сооружение и там каждый день проводятся поклонения почитание святого когда вы приходите в это место вы чувствуете энергию чувствуете необычную энергию этого пространства также это место но само по себе свято потому что в нем происходили очень далеком далеком был прошлом различные события связанные с эманации божественных существ там рядом с этим местом маха самадхи находится скала это темная порода она почти черная дневное время она нагревается настолько сильно что вы не можете наступить на нее на скалу поднимаются без обуви снимая обувь потому что ее считают святой поэтому на нее можно подняться только в утренние часы или вечерние часы потому что днем это невозможно слишком она горячая она тоже притягивает своим магнетизмом когда вы на нее забираетесь возникает ощущение как будто время и пространство исчезает вы находитесь в южной точке индии у вас нет чувства того что вы находитесь в каком-то конкретном пространстве конкретной стране конкретном геомесси это чувство пропадает вы просто пребываете в центре космического пространства в это время ваши мысли останавливаются мысли связанные с этим земным измерением и обнажается ваша суть обнажается ваша природа сознания которая вездесущая которая способна воспринимать реальность как огромный глобальный космос это переживание ощущение дает вам невообразимое чувство свободы и легкости вы начинаете понимать что вы сами оперируете пространством и временем что фокус вашего внимания концентрируется на определенном времени определенном пространстве и вы погружаетесь в него и тогда вам кажется что вы проживаете свою жизнь конкретная личность конкретной исторической эпохи конкретных исторических событиях но все это не так вы вездесущий дух мы бесконечное сознание вы бесконечная свободная душа получающая опыт перерождение в различных телах этот опыт многогранен он не линеен и зависит от вашей глубины осознавания все это приходит к вам естественно вы даже не настраиваетесь на что-то вы не читаете мантру не делаете никаких поклонений все это просто нахлынет на вас в один момент если вы не готовы к этому знанию не не готовы к этому откровению то возможно вы его и не заметите но в любом случае она изменит вашу жизнь поэтому если вы подготовитесь паломничество то это переживание будет ярким глубоким она запомнится и она начнет менять изнутри вас как же подготовиться к паломничеству рекомендуется установить связь с теми святыми которым вы едете познакомиться с историей местности того места паломничества куда вы направляетесь почему она святое чем она связана с какими историческими персонажами или какими-либо мистическими событиями которые происходили когда вы знакомитесь вы погружаетесь в это измерение бытия в эту реальность и устанавливаете с ней связь благоприятно если вы выполните молитву и попросите святых или божеств покровительствующих этому пространству помочь вам войти в него благоприятно если вы очиститесь потому что загрязнения вашего разума и вашей праны не будут позволять вам быть тонко чувствительными поэтому перед паломничеством благоприятно провести практики очистительные те которые вы знаете или спросить у монахов они вам подскажут если все вы это сделаете то ваше паломничество непременно принесет сакральные плоды в вашу жизнь и так каждому из вас кто увидел это видео прослушал я желаю совершить паломничество если вы уже его совершали я желаю вам снова и снова совершать паломничество намасте и д